добрый вечер дорогие друзья и вновь нас твоя трансляция за которой сейчас за телевизорным столом играет диана миронова и павел меховов и работает для вас я сергей бауров и неподражаемая просто александра гизис всем добрый вечер ну как ты саш устал вообще от такого насыщенного дня стороны конечно я подустала а с другой стороны я поняла как хорошо я сделала во время уйдя если можно так сказать на обед как раз в тот момент когда начался матч между владиславом осьмининым и юрия маевым я как можно догадаться мой обед под затянулся и сейчас я с новыми силами после уже двух обедов уплитая сэндвич да будет работать за комментаторским микрофоном удовольствием покомментируем для вас этот матч диана миронова открывает счет в этой партии в первой партии приятно было увидеть павла мехового и в принципе удалось посмотреть немножко под наблюдать за его игрой очень хорошую уверенную игру показывает хотя говорит что тоже особо не уделяет последнее время тренировкам вот но в любом случае мы очень хочется играть играть с большим удовольствием желанием а это говорит о том что в принципе нас ждет увлекательная игра диана миронова сейчас поменял уже наверно два или три кия потому что у нее слетела наклейки с основного кия поставили там наклейка который не очень понравилось вот пока там представляли еще наклейки она перепробовала еще двумя киями поиграть но в итоге остановилась на киев своей одноклубнице или на нагулы и посмотрим как она сможет адаптироваться к этому киев судя по ее хорошему разбою она адаптировалась за прошлый матч к этому киев и надеюсь что мы посмотрим хорошую игру с двух сторон лев оранжевый я успел прочитать сообщение жалуются что мы тебя голодом морем а александр гизельс невозможно морить голодом потому что она не спрашивает покушать она просто ест все что можно съесть конечно же в легенде александра просто не знает границ что касается еды а также матче своим участием также не знают границ да и практически все включая эту фигуру не знает границ так борща она съела шашлыком еще на завтрак поэтому лев оранжевый вы ее недооцениваете снова надо вставлять табличку сарказм на случай если не все понимают твой танки не знаю какую табличку ты собираешься вставлять но где они сейчас очень пришлось неудобно отковыривать биток от борта но она неплохо с этим справилась теперь в такое же положение загон загнала павла михао не примерно с такой скорости у нас будут переключаться темы так что следите чтобы вас не укачала в процессе я понял но если у нас куда-то занесет то пожалуйста тормозите тормозните может быть нас и верните к игре потому что во время комментирования с александр и здесь может произойти все на свете хорошими ударами обменялись сейчас игроки с точки зрения позиционной игры нельзя сказать что павел меховов мне хотел сначала сказать черт и калач это вообще профессионал профессионалов заслуженный мастер спорта двукратный чемпион мира и вообще обладатель множество регалий титулов и всеразличных побед все в своей жизни он уже по выигрывал вот но было время когда мы скучали папаши на игре и теперь давайте посмотрим чем же все таки его перерыв пошел на пользу просто бывает такое что после какого-то длительного перерыва появляется огромное желание играть не просто играть играть хорошо есть ощущение что паша в довольно неплохой форме подошел к этому турниру по крайней мере те обрывки встреч которые я видела он показывал очень даже приличную игру да да я помню соглашусь потому что успел я тоже понаблюдать за его игрой то ли как говорится мастерство не пропьешь то ли действительно паша готовился к турниру к этому или к другому турниру или вообще просто поддерживал себя в форме в любом случае должна интересна быть игра диана время от времени в своем репертуаре немного нервничает причитает ругается чаще всего на себя выводится из равновесия и как правило показывает не самую хорошую на мой взгляд игру в таком состоянии но вывести из нее ее из этого состояния очень непростая задача равносильно также как александру гизис посадить на диету ладно про диету мы сейчас не будем сильно подробно говорить расскажи как ты оцениваешь форму дианы сейчас и вообще в какой она форме находится ну диана находится не в лучшей своей форме но ее форм напрямую зависит от ее психологического состояния она может принципе показывать на тренировке выдающиеся результаты раньше она показывала как на тренировке так и на турнирах сейчас видно она поставила себе какую-то заоблачную планку даже проигрывая мужчинам высокого уровня ее это травмирует психику и она конечно выбивается из колеи но будем надеяться что все-таки мы подберем какой-нибудь ключик тому что вы все-таки выправить эту ситуацию как отметили многие спортсмены диана очень интересно играет не всегда это видно на турнирах в тв-трансляциях но вот в коммерческих играх матчевых встречах просто в спаррингах год очень умно играют это слова многих спортсменов и как спарринг-партнер она конечно уважаемый спортсмен мягко говоря да конечно я думаю что многие спортсмены мужчины и и побаиваются понятно что уважают все а вот некоторые откровенно побаиваются да хорош уж мягко сыграл паша наказал диана в принципе мне показал что неплохой уж вот игрушка она сделал но не довела немного до борта и принципе легко достаточно сыграл прицельный в угол и получился такой вот хороший выход да и судя по этому удару паша стол почувствовал потому что сыграл ровно на том ударе на котором можно забить на этом столе такого чужого у него была возможность до потренироваться понять стол особенности вот так тому же уже те кто играл за этим столом уже неоднократно сами друг другу подсказывали какие-то нюансы вот я подошел к юрию мою который проиграл недавно владиславу асминьну спросил грунту что грустон не понял города нет говорит нормально все столом будет просто самому тренироваться надо больше мне очень нравится подход такой спортивный подход когда человек всецело понимаешь что все зависит полностью от него не важен какой стол шары атмосфера он понимает что в принципе играют в равных условиях и полностью грешит на отсутствие должных тренировок лев оранжевый когда уже цветные шары будут мне понравилась игра с разноцветными ждем ждем совсем скоро должны эти шары появится и проведем серию турниров принципе мы составим уже готовы к этому цветными шарами будем много говорить будем анонсировать адрес кстати в продолжении разговора о юре маевом он к сожалению видимо не был подписан ни на один из наших аккаунтов где была реклама нашего турнира и он узнал буквально в день турнира о том что сегодня будет турнир то есть он позвонил горит я опоздаю немножечко можете меня подождать я как не знал что у вас турнир такому спортсмену конечно ни у кого мыслях не было отказать подождали посмотрели новую игру все отлично будем ждать и дальше на наших соревнованиях он живет да не проиграл пол в нижнюю сетку и сейчас борется в общем зале да вроде бы да в москве ну что как думаешь будет павел михалу бросаться среднюю стоит думаю что будет потому что я не вижу какого-то очевидного отыгрыша в этой ситуации хоть и все так достаточно активно да он сыграл хотела утюнуть опасно в принципе да потянуть тем расчетом что в случае промаха биток от борта отошел бы в левый угол но как-то не дотянул паша да что-то получилось такое среднее между отскоком и отыгрышем ну уверенно что свою серию сейчас будет пытаться начинаете развивать диана миронов с угловой лузы переходить на центр на верхнем вращении двух бортов скорее всего от одного вы даже борта у елки-палки неожиданно кажется это первый такой удар на этом турнире ну да когда вылетает шар не вообще к еще не раз помню со стола не вылетал шар когда технически правильно был сыгран возможно грязь какая-то на столе возможно действительно так попало в любом случае стали в сам признается что немножко перемудрил с резиной с кромкой вот но будет буду еще работать над столом благо что он не стоит на месте ищет все время за этому респект и уважуха ну что будет играть павел центр который мы знаем не очень приемистый на этом столе и в прошлом матче который я комментировал с павлом щербининым иногда спортсмены выбирали более сложный шар в угол чем какой-то в центр потому что буквально выплевываются может быть с непривычки шары чужие особенно под углом профессиональным игрокам вообще все делать через угловые луза привычнее и легче нежели через средние только в открытой позиции когда в районе средние лузы там 34 удобных стоит шара можно принципе легко их разыграть а так почему-то угловые надежнее всегда кажется на надежнее понятие и в принципе привычнее перебиваете она такого свои к и не самая приятная позиция у павла свояк с руки через шар то есть извините не с руки хотел сказать с левой руки через шар да евгений сталев снялся с турнира потому что ему сказали говорит тебе говорит надо играть сегодня еще две игры он схватился за голову искал ребята дальше вы без меня надо что в принципе и не очень удивительно да надо все-таки стали вы привлекать к матчевым встречам который будет проходить днем но или ранним ранним вечером дистанцию которую он может выдержать в принципе там есть игра на что посмотреть чему поучиться особенно позиционной игре но к сожалению не часто нас евгений евгений балует участием на соревнованиях ты кстати я помню разочек с ним даже имела неосторожность поиграть правда американку в свободную пирамиду это было в звездах да это было я попыталась вспомнить сколько лет назад лет наверное 6 так и было 6 до 1014 год он по джентльменски давал мне возможность там что-то забивать но по-моему я даже несмотря на его джентльменство не выиграла у него ни одной партии но помню что испытывала какой-то мандраж примерно как перед интервью с ним и во время тоже я помню где-то в году так наверно 2011 или 10 или 11 впервые познакомил диану со сталевым и предложил ему курю с ней поиграть евро ну говорю шансов в американку говори у тебя немного я говорю но там сыграй с ней и он такой усмехнулся будет я как в жизни говорит девочкой ни одной партии не проиграл горит и смеется такой и договорились они играть в длинную американку вот здесь сталев первый раз в жизнь да он с ума сошел потому что сыграли до 100 шаров а при этом перед этим был носик улетана хотя бы половину забьет и станции как бы то есть уже будет хорошо вот но половину в первый в первом сете надяна выиграла со счетом 100 на 53 он с трудом вот потом он попросил ее перейти на другой стол вот и там он ей проиграл со счетом 100 на 33 он долго переживал по этому поводу переживал он смеялся он говорит я ничто не верю говорит не понимаю что это происходит все ягод закончил играть в американку причем это было в его клубе на его столах удиана даже сроки я не облано играла кием его арчвадзе стоишь какой запас раньше был удиан сложно представить но конечно тут можно предположить что сталифа я недооценил и играл просто да не он неплохо играл просто диана была еще не с это победами она была одержима просто когда стал играть составе он она показала просто свой лучший бильярд лучший это была фантастика я много раз говорил о том что очень жаль что по итогу мы эту игру не записали не было такой возможности сталиф сразу когда увидел возможности дианы сразу начал планировать коммерческие игры со всеми титулованными игроками самыми знаменитыми вообще не боялся никого он горит мы еще фаришку возьмем горит надо играть крупно вот спрашивал меня как говорит она держит кушали не держит а его для нее это чем дороже тем лучше напомню что диана миронова играет коммерческий бильярд с 14 лет как раз получается с того времени как произошла эта игра застали надо меру стали вы уже там имела за плечами несколько но таких достаточно громких побед над сильными спортсменами но сталев реабилитировался в тот вечер тем что говорит ну давай говорит сыграем в сибирку и тут диана тоже начала неплохо они стали играть партию они всего сыграли одну партию диана с разбой забивает свой к далее еще четыре уходят в догонку красивый был начал и тут я уже подумал что стали вообще сейчас ванна в дурдом отправить вот но не тут то было заверзалась позиционная игра и как ты думаешь с каким счетом проиграла диана я уже рассказывал эту историю наверняка многие любители бильярда знаю но видимо не мне 78 нет 48 диана проиграла со счетом 80 а прям настолько настолько да она выставила все свои шары которые забивала он просто не дал ей ни одного шанса потом ударить по лузе может быть давал что-то такое очень сомнительное вот а в позиционной игре заставлял ее ошибаться технично сейчас павел затягивает свои к но вот такого очевидного продолжения нет а ты допускаешь вообще вариант что диана перестанет играть в женских турнирах и станет играть исключительно в мужских нет это потерю финансов я не думаю что диана согласится пойти на это все-таки как ни крути но у диана бильярдом зарабатывает если бы конечно не пандемии она очень много турниров пропустила поэтому это ее заработок мужских турнирах доехать тянем очень сложно я не скажу что невозможно но очень сложно она выигрывала мужские турниры не раз призы попадал но сейчас больше всего диане не нравится проигрывать и на чаши весов страх проиграть сюда оказывается последнее время тяжелее той чаши на которой желание победить а все ее детство и вот я думаю что до последних наверно наверно два года последние наверно все таки больше боится проигрывать может быть три года хотя 2017 год у нее был очень плюсовой но вода наверно после как раз таки этого плюсового года когда да и выгода не проиграл ни один турнир а я помню и она при этом еще выиграла два мужских турнира таких серьезных турнир один из которых был в якутске ну да а второй не помню где их неприятный подбойчик сейчас произошел ну вот эти вот вещи конечно не просматривает должна резать больше шар чувствует все-таки геометрию стола аудианой были с пашей коммерческие игры о ее живой не могу вспомнить нет я думаю что они в коммерцию не играли ну они в хороших отношениях и вообще игроки которые испытывают там дружеские близкие отношения там друг другу и они не разыгрывают деньги старается этого не делать аудианой есть любимый соперник наверно это я сколько ты и фора дашь вот сейчас ржор и я я не давал фору знаешь когда когда и было наверное лет 12 наверное 13 я и давал фору 4 шара в американку в американку конечно она особо не играла рожка ну конечно в обычных да но где-то начиная с того время когда я там исполнилось 14 лет она стала но уже очень недосягаемой то есть там уже на равных очень сложно и было обыграть вот где-то не такой скачок рыбок такой произошел тогда когда и вот исполнилось лет 14 лет и но она просто поверила уже себя выиграл там чемпионат мира ее остановить было очень тяжело совсем недавно ну блин наверное это нельзя говорить я умудрился ее до шести побед обыграть даю те три попытки угадать с каким счетом 61 нет 60 да да ладно да тут в американ в американа равных на равных конечно расскажи что ты сделал какое-то секретное оружие ничего мне просто почему-то какое-то было желание я как раз только приехал из минска там почти 1000 километров короче я приехал билетную взял ки и начал играть с ней я сам не поймать ну у меня неплохо получалось а диана как раз что-то видно от моей игры тоже куда-то ехала чуть-чуть но она до сих пор вспоминает мне об этом опять же жалко что на камеру это было это не было записано не для того чтобы там даже выкладывать свободные я бы это не выложил никогда а для того чтобы просто сохранить такое событие у нее сохранится на всю жизнь потому что которая может никогда не повторится так и так так никогда она да она постоянно когда все время поиграй со мной поиграй со мной и так она конечно меня чешет во все игры просто может быть тогда был мой день мне просто повезло действительно играл неплохо а диана но не в лучшую свою игру играла поэтому все сложилось да вот у павла михалова все-таки есть богатство такой в арсенале его ударов вот очень мягких очень точных точных нет допустим не сыгрывание в лузу а вот именно точных по размеру удара по траектории по траектории да то есть ваша очень опытен как спортсмен как игрок даже не если вот он не будет тренироваться в любом случае для практически любого игрока будет проблемой такой да не так же просто прощупать центральную лузу в бильярдном клубе легенда да но и надо понимать что на часах 23 20 и ребята сыграли уже не одну встречу какие-то были быстрые какие-то были не очень соответственно и тяжелые и моральные физически и вот эта выносливость которая позволяет оставаться в максимальной концентрации как можно больше времени не у всех в принципе присутствует но у тех на кого мы сейчас смотрим она конечно же есть потому что опыт колоссальный как коммерческих игр так и турнирных и все мы знаем что даже турнирные игры могут заканчиваться под утро на некоторых из на следующий день начинаться опять же утром да в любом случае дистанция такая сейчас достаточно сложная все-таки хочется отметить что турниров особенно последнее время вообще никаких не было поэтому с непривычки выдерживать такую дистанцию да не каждый может на получается что в этом году вообще не было международных турниров ну да ну что будет играть павел палузе ну не думаю я думаю что он просматривает траекторию туда же от бортов но боится зацепить шар хотя он принципе проходит ну или вот да будет возвращать к себе играть тонко не задеть другие шары любят диана вот такие чужие хотят шар вообще достаточно сложный не будет рисковать если бы проходил бы траекторию при которой можно было бы на мягком ударе вернуть два борта к себе от этого шара на неминуемые игра сыграла бы и в принципе она достаточно активно получим такие шары играет сыгрывает достаточно часто их касание кажется сыграл павел этого своего немного больше немного раньше ну все он все он сделал правильно молодец и вот у него уже шесть шаров просмотрел вариант возможно навесить на угловую лузу и замазать биток другим прицельным рядом стоящим шаром кажется сейчас просматривает дуплет с какой-нибудь да не оборонный нет ну не та позиция чтобы можно было дуплет собирать тебя давайте посмотрим да дуплет но не таким образом чтобы свой больше водил свой все-таки играл дуплет да это может быть тоже вариант так себе лишний раз конечно показывает шары миронова не стоит да не может она адаптироваться немного не к своему кию и в предыдущей игре очень много она попадала толсто в проводках ошибалась но очень надеемся конечно что адаптируется она похоже что этот свояк не настолько хорошо проходил что она играла его с винтом на лузу и играла чуть-чуть толще чем этот шар по-другому нельзя играть конечно надо играть с винтом на лузу на все правильно играла независимо там проходил не проходил даже если там вообще ничего не мешал бы самое благоприятное на таком угле конечно будет на лузу но попала толсто вот эти вот шары и и стали всегда заставляют бить прицельно прям вот эти вот слова всегда сталивает даже я и вспоминаю когда она атакует по вот игрушку далеко от луза я все время прицель не идея на прицель не и стали все то же самое диана прицель не играй павел михалов не прочь и по отыгрываться он никуда не спешит он весел бодр полон сил собран сконцентрирован чуть было оборотни не упал есть название шару оборотни от двух бортов крозы от двух бортов но тип того выкрутилась вот кстати интересная позиция интересно что сейчас предложит паша вот в тонкое касание два борта к себе не особо актуально будет а если в тонкое касание просто навесить на левую лузу ну как варик но не тут и не произойдет ли да вот именно это да молодец ваших явно если он так бил значит бортовой чужой не проходит и не просматривается поэтому такое достаточно безопасное и вроде не сложное решение да очень приятно посмотреть на такую выдержанную сдержанную аккуратную игру который в принципе есть идеи есть смысл практически в каждом ударе то есть чуть-чуть не хватает может быть кладки паши его былой каких-то таких откровенно грубых ошибок пока я не произошла просто сужу по всему сегодняшнему дню чуть чуть больше наигрыша и конечно очень тяжело с ним бороться а у нас как-то замер чат он вообще работает нет у нас такое ощущение что вопросы никаких нету да я сейчас открылась телефона ох красивым чужим заканчивает паша первую партию у нас на нашем мониторе не обновляется чат поэтому друзья если мы пропустили какие-то вопросы то в ближайшее время в ближайшее время мы попросим вас продублировать как только у нас чат заработает сергей бауров и игорь литовченко подготовили курс по исправлению ошибок в технике вы научитесь попадать в нужную точку на битке и введите свои ошибки в своих ударов приходите и учитесь вместе с нами ссылка на регистрацию в описании да ребята хорошо что у вас работает а у нас не работал чат мы не видели ваши вопросы поэтому пожалуйста продублируйте обновили нам чат и один из вопросов почему диана до сих пор не зимаясь ну может быть она в принципе еще маловато сделала для русского бильярда и штаб по мнению некоторых функционеров да скажет может быть она если будет за моист вообще расслабиться и уже не будет нигде играть хороший вопрос добрый вечер почему не пригласили игроков из казахстана да видно парень вообще не в теме что творится в мире мы сейчас пролистаем вопрос и посмотреть может быть какие-то есть интересны то действительно долго чат висел далеко мы не будем пролистывать если было что-то интересное супер актуальное я думаю что несложно будет продублировать всего лишь тысячу раз стал чемпионом мира маловато ну ловить пожалуйста сарказма в моих словах конечно но если популярна и объяснить почему я до сих пор не замес все из-за низкого количества стран участников на чемпионаты мира есть определенные регламент по которым могут присвоить звание заслуженные мастер спорта сожалению в женской бильярде пока сейчас рекламентировать официально не удастся потому что там не менее 25 стран участников должно принимать участие тогда может все вот эти баллы которые начисляются за победу на чемпионате мира можно рассчитывать на получение зма с напомню чтобы получить звание заслуженного мастера спорта необходимо в течение трех лет дважды выиграть чемпионат мира и тогда будет то необходимое количество баллов которые нужно для присвоения этого почетного звания но при этом на чемпионате мира должно быть ни много ни мало от 25 стран участников а вот интересно тем кому успели уже присвоить это это звание вряд ли же всегда соблюдалось это условия с 25 странами ну конечно ну я думаю что все равно все равно есть какие-то обходные возможности не нарушая закон а в принципе если игрок действительно поучаствовал в развитии русского бильярда и не просто на словах а на деле то мне кажется какая-то аттестационная комиссия министерстве спорта должна в принципе рассматривать этот вопрос заявление руководителей федерации бильярдного спорта таких как диана больше нету и это совсем не сплошь и рядом и как мне кажется что в виде исключения вопрос мог бы быть поднят на повестку и одобрен нет ни одного основания чтобы это не одобрить но это да нам сделали этот чат поэтому задавайте вопросы или дублируйте на те на которые мы не смогли не успели ответить на тихом ударе подел красивый свояк исполняет ваша на хоть нельзя назвать эту игру остро атакующий но очень приятно смотреть за качеством да в игре павла меха лого минимум риска максимум пользы если не забивает значит он выиграет позицию а если он даже и не выигрывает позицию то скорее всего что-то забивает ошибается редко и с такими игроками конечно тяжело бороться девчушка что комментирует играет в турнире нет девчушка только комментирует может быть какие-нибудь следующие этапы я постучу недельку и приеду вместе с кием на честно говоря не уверена но диане необходимо вот отглавливать может быть павла на такого рода такого рода ошибках то что другой возможности мне кажется обыграть сейчас павла мехового не представляется возможным и вот сейчас надо цепляться много вопросов по поводу того где был павел столько времени и как он появился здесь может быть не все знают но он живет в москве уже несколько лет и его появление здесь конечно неожиданность потому что его не было давно видно но очень приятная неожиданность и вы можете наблюдать по его форме что помнят руки и навыки никуда не делись спрашивают какой киев диана мироновой вообще ее основной кей это легендой стабилизированного амаранта но к сожалению отлетел наклейка во время первого или второго матча уже не помню это что ей поставили она говорит все привыкать я пока к новой наклейки не могу надо ее отбивать привыкать к ней взяла кей сейчас или на гула поповка геннадия барина именно этим кием 2019 году ли на гула и киргизии одолела диану чемпионате мира финале александра с кем ждать следующее интервью да я прочитал вопросы задумалась стоит ли говорить с кем она будет вот но дело в том что уже есть несколько записанных интервью но еще они не смонтированы и наверное я сейчас не буду говорить с кем чтобы не обмануть если получится так что будет не то которое я назову что вполне возможно но еще интервью будут в общем то я не завязала как минимум три еще будет еще сегодня разговаривала как раз таки с павлом меховым спросила поучаствует ли он в этом проекте и он сказал что если позову то обязательно поучаствовать так что в какое-то но не скажу что прямо ближайшие но на на близкую перспективу очень даже возможно что вы увидите интервью с павлом а таких титулованных спортсменов еще того времени не так уж просто вытащить спрашивают и что или на так взяла я дала свой кей ну если честно диана и и не спрашивала и или на сейчас сидя из дома написал мне сообщение с вопросом о том а диана случайно не моим кием играет их я написал конечно твоим ну да просто поставила смайлик или на нежадная она всегда готова со своей подругой поделиться своим кием я думаю что если бы была обратная ситуация то диана бы повела себя так же да без проблем конечно хотя принципе я вот не очень люблю когда спортсмены там отдают кому-то свой кей но здесь же не совсем кому-то все-таки это они достаточно близкие даже не знаю как это сказать нельзя сказать наверно что близкие подруги но все-таки они столько лет тренируются вместе у тебя и как минимум они близкие друг другу люди и наверное было бы странно в такой ситуации отказать александр ким этот голос уже знает вся страна вы не следите за единственным наверное таким сейчас бильярдом интервьюером который почти у большинства ты взяла спортсменов интервью у большинства интересных мне в общем-то да но не у большинства интересных и известных поэтому да я зовут еще с остальных доберешь может быть еще будет тема пообщаться со сталевым потому что впереди а все-таки будет игра красными шарами я думаю что эту тему он может очень глубоко и очень интересно разрывать пишет мне много кто пишет чтобы я сделала сашей поломарем интервью поверьте я бы давно уже сделала и он был бы одним из первых с кем я бы хотела провести но дело в том что саши нет ни в каких соц сетях встретиться с ним в живую тоже никакой возможности нет потому что вы все знаете что он в турнирах играет крайне редко и в принципе если бы опять же не пандемия я бы в июле была бы в украине и может быть как раз получилось то есть я об этом очень плотно думала но но все что я сейчас говорю происходит в сослагательном наклонении поэтому пока что такой возможности нет если бы я посетила кубок империи точнее не так говорить если бы меня пригласили на кубок империи то саша поломарь был бы первым человеком у которого я бы взяла там интервью но этого не произошло поэтому будем ждать с первой у тебя был я возможно если я сказал что если бы я посетила кубок империи то там первым был бы он извини серёж но не все же тебе но мне просто повезло тебя просто повезло а тем временем пока мы тут разговариваем на около бильярдные темы диана забила диана пытается как классных чужих отыскать свою игру и в принципе таким свояком сейчас ей захотелось продолжить свою серию и это нужно ей чувствуется что в принципе и хочется войти в свою игру хотя чувствуется наверное устал уже не все получается и нервы уже на пределе скорее всего потому что она не привыкла от себя видеть столько промахов вот но ошибается и паша время уже без 20-12 ночи может быть усталость может быть ответственность а может быть то что играет на твой столе дают некую скованность все тебя на здесь два три шара должна забить мне кажется что не идея не не павлу абсолютно не мешает камера и вообще они настолько привыкшие еще может быть тв камеры как-то влияет это незначительно но интернет-трансляция это же абсолютно обычное дело но тем не менее они понимают что их посмотрит тысячи человек и конечно им хотелось выглядеть телевизионной такой вот картинки хоть это интернет-трансляция но тем не менее им хотелось выглядеть во всей своей красе ты как-то испытываешь волнение то что тебя послушают тысячи человек тебе хочется полюбить во всей красе во всей красе конечно хочется мне хочется чтобы просто тысячи человек было им интересно слушать нас но это не всегда так удается и таким конечно матчем нужно готовиться более не так как я готовлюсь больше узнавать про игроков больше рассказывать особенности их тренировочного процесса игровое оборудование которое они используют предпочтения но вот диана сейчас становится похоже на себя вот сейчас она становится похоже на себя это ее актуальное состояние для тех кто не знает 1 1 где они пишут говоришь что надо просто успокоиться вы как воду смотрите но никто не может и успокоить не родные не близкие не тренер не даже александр гизис только своим супер спокойным видом мы с тобой сегодня в первой трансляции разговаривали о том что хотели провести трансляцию где использовали бы ненормативную лексику но а потом я вспомнил но не задал тебе этот вопрос потому что мы переключились на игру думаю но а как же твой аккаунт instagram называется нежный тренер до нежный тренер ругающийся матом что-то во первых я не ругаюсь матом с учениками это надо понимать только с ученицами как бы да как бы мне не хотелось иногда этого сделать я пока что себе такое ни разу не позволила вот в принципе в своем аккаунте я тоже не ругаюсь и в постах не употребляю какую-то там ненормативную лексику может быть где-то что-то в лайтовом режиме проскакивала но честно говоря это вообще какой-то там мой конек и как я уже объясняла это просто никто так ни разу не делал и мне кажется что в качестве эксперимента это было бы достаточно интересно я просто предчувствую как в комментах посыпется что что за безобразие и как вообще можно такое говорить у нас тут интеллектуальный спорт у нас тут интеллигенция я извиняюсь за вот это но если получится обязательно будет пометка об этом и те кто с тонкой душевной организацией пусть сразу проходят мимо но я думаю теперь большая часть сейчас наших зрителей с нетерпением будет ждать что же за встречу выберет александра гизель где она изложит всю как я это называю инвектив ную лексику на кого же она обрушит это это совсем не вся лексика будет наоборот будет максимально культурно из возможного вот я вот так предполагаю то есть это же не как соревнования кто знает словцо покрепче я по это кто может в моменте максимально ярко выразить свою позицию вот я бы так сказала мне интересны участники кто будет в этот момент объектом хорошие на уровне планов да но мы если мы соберемся то обязательно анонсируем какой-то матч с хорошего свои к началу вернемся к игре с хорошего свои к начал свою серию павел меха вов до гонку ушли еще пару шаров казалось бы повезло диане с разбой ничего не встала но тем не менее паша затянул в угловую лузу технически технично мы очень пропустили несколько вопросов они уже что-то пробежали ребят сколько стоит самый дешевый кей в вашем магазине на приду а про наш магазин который в основном является спонсором всех трансляций турниров и так далее все-таки является наш магазин поэтому надо отдать должное нашу магазину и сообщить что самый дешевый кей у нас стоит в районе 5000 рублей этой игровой кей ручной работы самар дорогой кей у нас стоит два с половиной мульта расскажи пожалуйста что за он ну это кей левичинский на понятно то есть коллекционные совсем не для игры из какой древесины если по суши не не помню даже не у нас здесь на складе лежит то что он выставочном зале бильярдном клубе левитин но он также представлен на нашем сайте ну диана что-то действительно поверила в себя но очень может быстро сейчас за это поплатиться какие-то небрежные сейчас удары сделают то я думаю что поплывет нас такой позиции паша может раскрутить неплохую серию дамы пока не получается как бы мы охарактеризовали бюджетники и легенда но вот если смотреть до 20 тысяч бюджетные киев то очень-очень высоко и очень рекомендую и вообще наша работа заключалась в том чтобы сделать хорошие игровые киев более доступными поэтому такие легенды некоторые модели изготавливаются из недорогой древесины но при этом стабилизируется на производстве где достигают особой плотности схожей с плотностью и бэном и косары и так далее черных деревьев поэтому вместо 50 тысяч рублей за хороший киев киев стоит в районе 20-25 тысяч рублей хорошего свайка сейчас диана затянула на себя и посмотрим в эту средину получится ли у нее забить чужого мне кажется полома дали она будет с выходом играть с выходом ну скорее всего по чужого если поставить маленькую резку ну кто его знает диану диана сейчас десять тысяч вариантов может в главе быть он видишь совершенно другое она лучше чем ты вряд ли кто то есть да и сейчас видишь вот вот голову ну что она хотел сделать на что она сейчас рассчитывала то она сейчас расстроена что не повезло в принципе она же не делала какой целенаправленно выход кут удар сделал за дну подбивала и наверное рассчитывала что что-то выгодится не тот случай когда там надо подбивать подбивать надо шары которые стоят на борту или склеены и так далее здесь подбивать ничего не нужно было нужно выходить ну она в любом случае расстроилась и она бы расстроилась даже если выход получился он все равно бы было не скорее или идеально это бы все равно ее повергла в некое расстройство мы сократили модель киев легенда да мы предъявили просто повышенные требования качества киев легенды тем самым мы сократили поэтому мы если выпускаем киев легенду то это действительно такие которые которые прошли таскать аттестацию среди профессиональных игроков не все к сожалению производители могут делать те киев которые нас устраивают поэтому у нас нет широкого ряда производителей которые могут выпускать киев легенды да хороший был бы сейчас чужой с прекрасным выходом и дальнейшем продолжением у паши есть шанс воспользоваться день и выходом и посмотрим кажется он уже думает про продолжение с этого чужого немножко растерянно выглядит как мне кажется хотя позиция да прокатывать будет вперед а нет да там стоял маленькая резко мне показалось где-то будет в зону выходить чтобы под свой к и под чужого если что если в сочи нет нашего магазина значит найдите того кто сможет этот магазин иметь сочи нас более наверно 20 городов где представлена наша продукция краснодаре насколько порно вас есть магазин и в принципе это же недалеко ну как сказать вот так вот не вышел из дома не сел на автобус не посмотрел даже на троллейбус не сел нет мы просто много людей кто-то мотается между этими двумя городами какой рост у дианы спрашивает вот ты знаешь сережка коне метр 65 по моему точно не помню же да она продолжает расти напрашивается сразу несколько шуток можешь не ограничивать себя какую плоскость ты имеешь ввиду в сочи говорят бильярдные гибнута я говорила что вас будет укачивать это переключение наших тем и вот один из таких примеров что говорят что люди растут до 25 лет по моему я вот пораньше перестала я не 24 знал еще может быть добросит не все перестает расти после 20 вот я про плоскость поэтому и уточнил у нас здесь есть молодые люди которые все детство свое употребляли растишку от дано андрей шагаев потом евгений башкатов игорь бахлин это вообще двухметровые 16-летние ребята и вот до 60 килограмм я думаю и вот да полностью все а сценического телосложения и вот ты вот представляешь о том что они же еще не перестали расти да еще еще до 25 будет расти то есть потом будем встречу там через какое-то время будем открывать бильярдные уже с высокими потолками да и столы надо будет делать на порядок повыше мы да и с лампами что-то делать чтобы они их не задевали да по этой причине высоким игрокам очень нравится играть в наших клубов то что у нас потрясающее освещение светильники очень высоко висят отлично прекрасно светят но в принципе еще пока недостаточно так хорошо чтобы диана миронова не промахивалась значит что-то она не видит все таки да печально что не выдерживает бильярдные клубы это конечно всегда очень грустно осознавать нагулы не участвуют тут вот мвд заинтересовалась или на гулой нужно будет предупредить чтобы пока может затаилась передать привет я думаю что она сейчас смотрит игру и конечно нервно сейчас не участвует или на потому что готовится парному чемпионату россии мария карпова играла на турнире но далеко пройти не удалось мы с ней немножко поговорили она сказал что очень плохо играла может быть опять же не успела адаптироваться к столам потому что маша стала чемпионкой россии не так давно и нет сомнений что она была в очень неплохой форме хотя с другой стороны может быть в эту дисциплину она не достаточно наиграно чтобы бороться даже с любителями в данный момент да много факторов и то что эта игра одним шаром и то что это другой клуб другие столы другие шары другие правила другая игра ну и конечно соперники далеко не девочки кажется сейчас была та самая позиция когда в центр и свой слишком тонкий и чужой не очень приятный но паша как всегда с контролем битка достаточно неплохо сыграл хоть у дианы и есть вариант попробовать добросить свечка да не хватает день и сейчас дальних свеков какой раз мы наблюдаем ошибку и не удается для не наказать за какие-то такие не очень качественные отыгрыши павла думает паша проект чужой центр наверное думает о том что в этот центр это не факт что падает и не факт что нужно пробовать и какое-то другое решение надо искать судя по комментариям большинству до сих пор не дает покоя игра марии шапкиной но мы говорили про другую марию а именно карпову которую многие из вас знают как комментатора в том числе не только как спортсменку но к сожалению она уже ушла из клуба постока проиграла хотя мы в принципе договорились не еще подискутировать на тему игр одним шаром в официальных соревнованиях я категорически против а ей очень хотелось бы ну я скорее тоже против потому что еще всеми ты не до конца не научились играть да нельзя сказать что в принципе уровень девочек очень сильный а в игру одним шаром практически никто не играет то есть и турниры одним шаром женские это грустное зрелище вот я откровенно откровенно и об этом то же самое говорил что никакой популярности это в бильярды в бильярдный мир не добавит скорее всего наоборот а то что там пять девочек более-менее более-менее играют так это только те кто в основном провел очень много времени за играми в коммерцию те кто по-настоящему несли ответственность за то что происходит на столе а таки девчонок мы знаем кто играл в коммерцию евгения желтина даша михайлова продолжай саш кого ты еще знаешь кто играл я бы наверно еще настя ковальчук вспомнила в этой ситуации мальчук безусловно да много кого можно но это подавляющее меньшинство да и в общем это совершенно несмотребельно диана недоумевает вообще думать как происходит что она не забивает уже сколько раз она бьет и не понимает что происходит спрашивают кто такая шапкина и чем она так вас зацепила я думаю что если вбить в гугле сразу по первым картинкам станет понятно чем она зацепила многих своих поклонников тут нам говорить ничего не нужно здесь уже подскажут что надо сделать человеку посмотри говорит тоже зацепит что вам рассказать про сталева пишет артур калугин спрашивали несколько раз играет ли он в пул сейчас сталев в россии вообще никогда не играет в пул и даже если бы ему пришлось бы там ехать через месяц куда-нибудь в америку или в европу на чемпионат мира он бы ни одного дня не провел бы за тренировкой сталевает не в пул тренироваться не нужно пусть все в голове говорит во время турнира разыграюсь у него такое мнение я его не разделяю естественно но у дианы бесы да уж не знаю что там у дианы и в набраться терпения поиграть позиционный груз паши не надо никуда торопиться космос никакой там забивать особо не нужно и сейчас просто эта игра ее спокойно успокоит она дышится придет в себя подловит где-нибудь пашу на чем-нибудь попытается переломить ход встречи ход этой этой партии несколько раз у меня спрашивали почему я не играю сама потому что в отсутствии турниров я не тренируюсь а приезжать вообще не наигранное и участвовать ну как бы расстраивать в первую очередь себя не хочется и мне кажется что на том месте где я сейчас нахожусь пользы и интереса больше чем если бы я участвовала хочется думать именно так ну вот какие-то ошибки не нужны вообще для дианы не свойственные для нее спрашивает самый крутой пулист может выиграть у стали в русский бильярд думаю что очень тяжело будет обыграть пулист ту который не наигран в русский бильярд женю стали ванну я уверен что если пулист отдаст должное и потренируется достаточное время в русский бильярд то сможет кого угодно обыграть у пулиста в голове нету ударов без выхода это такой огромный перевес это люди которые не думают о забитии они думают творчески у них совершенно другое мышление научиться для них русский бильярд это примитивный бильярд но просто они не уделяют ему достаточно времени красиво красиво паша в своей манере ничего не меняя зло нашел ключик подходящий к игре мироновый засушил игру ее в принципе сам по возможности все наказал их достаточно но часто наказывал 21 во встрече в пользу павла и кажется у нас небольшой пятиминутный перерыв да а мы тоже постараемся пообщаться за это время с дианой и вернемся к вам буквально через несколько минут вот 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 Продолжение следует... 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 А кто напротив, девушка или мужчина, это большого значения не имеет. По крайней мере, вот лично для меня. Например, когда мне проигрывают мужчины, они очень часто любят пошутить на тему и поиграть в джентльменов. И стандартная шутка, ну что ты же девушка, как можно тебя обидеть? Поэтому я проиграл, чтобы ты не расстроилась, ну и так далее. Ну да, есть определенные штампы, уже заготовленные мужчины, на тот случай, если они проигрывают. Да, естественно, когда слышишь, это уже там 500-ый раз, это скучно. Я думаю, что мало осталось мужчин, я имею в виду спортсменов, с которыми она не проверилась, не играла. И все-таки больше тех, кого она обыграла, чем нежели тех, кому она проиграла. Поэтому уже к ней давно перестали за билерным столом относиться как к девушке. То есть выиграть Миронову на самом деле не так легко. Хотя давно она не демонстрирует сейчас тот уровень, который мы привыкли видеть. Но опять же, это все больше связано с каким-то ее психологическими барьерами. Очень много вопросов, где можно увидеть сетку учащихся. На сайте tournamentservice.net. Legend Cup 2020. Название этого турнира. Сегодня днем это была первая строчка, когда открываешь турнамент. Ну вот сейчас я не надо не просто атаковать свой к себе, но еще и рассчитать траекторию прицельного шара. Чего она уже в какой раз не сделала. Да, вот это, конечно, обидные ошибки. И 8-2 в партии. 3-1 в матче. Павел Михалов впереди. Сергей Бауров и Игорь Литовченко подготовили курс по исправлению ошибок в технике. Вы научитесь попадать в нужную точку на битке и введить свои ошибки в своих ударах. Приходите и учитесь вместе с нами. Ссылка на регистрацию в описании. Были вопросы про наклейки, но что-то очень быстро они промелькнули. А профессионалы чаще всего выбирают наклейки пожестче. Играют жесткими наклейками. Какой-то еще был вопрос. Какая древесина лучше для бильярных киев? Здравствуйте, я был персонально. Да, на этот вопрос вообще, наверное, несложно будет ответить. Очень много я видел потрясающих киев из простого ореха. В сочетании с хорошим грабом. И вообще, на мой взгляд, вот сколько сейчас не перелопатил киев, и за те годы, когда занимаюсь магазином ЕСБШОП, понимаю, что очень много зависит от граба, от шафта. И причем не важно, какая древесина, какое дерево, черное, змеиное или еще какое-то. И если граб на шафте плохой, то ничего не спасет. Поэтому надо смотреть все-таки конкретные киев. То, что есть неудачные киев из черного дерева, из змеиного дерева, из макосара, которыми просто невозможно играть и нельзя играть. А есть из старого доброго Амаранта или из Венги, отличные киев. Тот же Белозеров долгое время играл старым кием из Венги. Хотя это вообще такое, ну, древесина такая, ну, недорогая, естественно. И такое по ощущениям, что имеет некий срок годности, потому что само по себе Венги неплохо играет на начальной стадии, но там лет через пять, через семь какие-то перестают быть хорошими игровые свойства. Ну, мне кажется, что лет пять-семь это достаточно приличный срок, особенно для такого дерева, как Венги. Ну, вот я к тому и говорю, что... То есть, в принципе, имеет смысл менять киев. Мне кажется, раз в пять лет так точно. Попадались ли удачные киев из Венги? Да попадались. Я вот только что сказал про Белозерова, который играл долгое время кием из Венги. Ну, что, забоевиться, как ты думаешь? Ну, Диана бросается на такие сложные шары, и, конечно, если ее прорывает, то смотреть очень приятно. Я не раз видела, как она, проигрывая по счету, вот со стороны, по ощущениям, она себя как будто бы еще больше злила, еще больше вгоняла в какой-то кураж и доставала матчи, которые были с явным преимуществом ее соперниц. По счету, конечно же. И мне кажется, что сейчас она как раз в примерно похожем состоянии. То есть, видно, что настрой появился, кажется, что немножко именно нервы успокоились, и она больше сосредоточилась на том, что происходит за столом, а не на том, что происходит в голове. Ну, тем не менее, сломать сейчас Павла Михалова очень будет сложно. Чего только в жизни Павел Михалов не видел, с кем только не играл. Поэтому ко всем видам счета он готов. Ну, нельзя сказать, что он там безошибочно играет, тоже ошибается и дает Диане играть. Но она не всегда реализует свои возможности. Мне вопрос задают, что я советую своим спортсменам во время турнира, когда игра не идет. То есть, не может спортсменам показать, как на тренировках. Вообще, все индивидуально. Со всеми по-разному приходится общаться. До сих пор приходится что-то новое изобретать, потому что если это молодые спортсмены, то они растут, взрослеют. И если какие-то шаблонные такие моменты, которые раньше работали, сейчас уже абсолютно могут не работать, и приходится быть изобретательным. С Дианой все сложнее и сложнее стало. Расскажи про самые нестандартные, может быть, какие-то ситуации, как ты в перерывах разговаривал. Может, не говорить с кем, но просто как это происходило. Или, может быть, не разговаривал, а применял другие какие-то методы, более запрещенные. Ну, и ругался, и матерился. Угрожал. Но это, опять же, было все для того, чтобы нужно было вывести спортсмена из какого-то того психологического состояния. И пел даже как-то... Ничего себе! Подействовало? Да, да, да. Я уже не помню. Да это мы что-то по телефону с Дианой пели песню. Не помню. Нашу любимую. Надежду Кадышеву, как обычно, ты поешь. Ну, да, руки вверх. Мы обычно когда-то не очень-то осведомлены о наших с Дианой предпочтениях. Знаю я, что у тебя в машине обычно Надежда Кадышева, поэтому тут не защитишься, к сожалению. Странно говорит об этом человек, который ни разу не был в моей машине. Да. Да, вот правильно подмечаю, что Диана начала нырять. Именно нырять, а здесь нужно проявить характер. Цепкость какую-то. Не нырять, не красть шары. Надо их выигрывать, за ошибки наказывать. Кто теребит микрофон? У нас абсолютная тишина. Может быть в зале какой-то посторонний шум. Мы находимся в отдельной комнате, и поэтому не слышим то, что происходит в зале. А, это мой телефон, скорее всего, издает. Всякие мне-то миллиард сообщений приходят. В том числе, ты удивишься, но даже от Дианы. Как-то она умудряется во время игры писать. На официальных турнирах запрещено пользоваться телефоном во время игры, и судьи очень строго следят за этим. А здесь, конечно, никто не следит. И вообще, так как у Дианы связи, вот она прям пользуется. Да, Сереж? Ты думаешь, что здесь такой карт-бланш ей? Да, я думаю, что, как обычно, все проплачено. Ты же знаешь. Не мне тебе рассказывать все вот это. Почему твои спортсменки в топе? Почему? Ну, тут либо деньги, либо... Честно говоря... Да, то самое. Ну, ты знаешь. Честно говоря, на самом деле, я вообще запрещаю во время игры писать мне. Все-таки прошу сосредоточиться на игре. Ну, сейчас от Дианы был вопрос, ну, что я делаю не так? И мне, конечно, хотелось бы ей там на две страницы сообщения накатать, что она делает не так. Но в целом она прекрасно сама понимает. Но порой ничего с собой сделать не может. Потому что знает, как она играет на тренировке, знает, что все она может забивать. Поэтому отказываться в такие моменты. Ей еще надо учиться. отказываться от многих шаров. Проявить терпение. Проявить некую хватку, цепкость. Несмотря на то, что у Дианы уже шесть шаров, Павел выглядит абсолютно спокойным. И я бы сказал, что не все спортсмены, даже из топа, имеют это прекрасное свойство, которое, конечно же, помогает. Девушка-комментатор, хватит уже, как кокетничать. Извините, я просто не могу остановиться. Так как это заключительный эфир сегодняшнего дня, надо все-таки на дорожку ни в чем себе не отказывать. Я уверен, что многие люди, которые сейчас советуют Диане быть хладнокровным, пообщаться с Олегом Еркулевым, что он Якова научно-хладнокровие, да нет, для Мироновой она это будет не она. То есть делать из нее совершенно другого человека это немыслимо, глупо, ну совершенно. Вот учить ее некому мастерству, то есть что делать, когда она пребывает в этом состоянии, и что делать, как из него выйти, вот этому научиться можно. И научить можно. Но она до игры все понимает, кивает головой, обещает быть именно такой, но во время игры как будто ее подменяют. Ну вообще, девушкам свойственно давать такие обещания, и это не исключение. А еще хочется сказать, что особенно по поводу совета насчет Еркулева, что надо понимать различия в темпераментах, и как бы кто не успокаивался, особенно, но нельзя сравнивать холериков и, например, флегматиков. Один никогда не станет другим, потому что это уже данность, которую надо воспринимать, с которой можно работать в том или ином направлении. Так же, как если бы Еркулеву сказали, давай-ка ты там побыстрее, давай поактивнее, давай не хватает эмоций, дай-ка жару, пожалуйста. Конечно, ничего из этого не получилось. И такой же эмоциональный, как Крыжик или Диана. Да. Ну вот, кстати, такой вот экспириенс был, по-моему, с Терновецким, которого в одночасье как будто подменили. Он реально был такой мировой звездой, когда играл ярко, остро атакующий, агрессивно, ну, просто сумасшествие было. Он завоевал, наверное, любовь там многих тысяч поклонников. Потом полностью поменялся. Но мне кажется, что тут причины и следствия немножко другие, что когда, наоборот, он потерял свою былую форму, он стал замедляться. То есть, он стал больше думать, у него появилась неуверенность, и как следствие этого всего, да нельзя так в бильярде, мне кажется, это вообще чем больше человек думает, чем дольше человек целится, тем больше, значит, ответственность он на себя накладывает. И после того, как он там думает пять минут, целится, подходит, делает все возможное там, потом дает мимо, ну что там у него в голове происходит? Там огромная ответственность, такое огромное разочарование. А потом еще раз мимо, еще раз мимо. И получается замкнутый круг, конечно. В бильярд надо играть только быстро. Чем меньше махового движения, тем лучше. Перевести в зрение надо вообще, не смотреть глазами никуда, но по сути в стойке уже выцеливать, доцеливать ничего не надо. Ноги должны делать автоматически, правильный подход, рука только должна прямолинейно привести шар с той силой, с той скоростью, с которой нужно будет. Это, во-первых, будет ярко смотреться, хорошо, быстро, зрелищно. И не будет такого отпечатка на психологию. То, что все будет проходить мимолетно. А когда тот же Торновецкий стоит, готовится к удару там по пять минут, после этого дает мимо, понятное дело, что он еще пять минут об этом думает, как же он дал мимо, там анализирует и так далее. Ведь он же подготовился, все сделал на свете. Не, это утопический вариант, мне кажется. Вот Петри Похила, как вспомнил его лев оранжевый. Очень позитивный, такой импульсивный, экспрессивный, быстрый, самое главное, веселый, жизнерадостный. Отличный парень. Жаль, что находится так далеко. А так он стал бы отличным украшением любого абсолютно турнира. Да, он, кстати, посещал некоторые турниры Балтийской лиги. Последний раз я его видела в Таллине в конце февраля, и он вообще не поменялся. Таким же и остался. И это хорошо. Ну вот что сейчас упало у Павла Мехового? Блестящий свояк. Блестящий? Он неужели так его выцелил? Он выцелил его не в полшара даже. Ну смотри, он достаточно сильно играл, то есть это не по отыгрышу скатка на лузу была. Похило, психовать умеет. Ого-го, сам видел. Ну а кто не умеет психовать? Все умеют, наверное. Я думаю, даже Олег Яркулев умеет. Просто никто этого не замечает. Ну вот смотри. Вот Павел действительно дает сейчас Диане играть. Ну вот она должна понимать сейчас, что вот что-то за нее заступается. Чуть-чуть можно замедлить, просто успокоиться. Чуть-чуть менять свой ритм игры в пользу того, чтобы его найти в таком состоянии. То, что когда она разгоняется, она уже не успевает продумать именно позиционную борьбу. И здесь немного по силе перебрала. С трудом шар упал, но тем не менее. Очевидный съем. Да, съем очевидный. Спасибо. 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 Расскажи, Саша, как ты психуешь? Я понимаю, что это не для слабонервных. Да я психую, в общем-то, скучно и нудно. И единственное, что иногда, когда направляют в этот момент, когда какие-то такие съемки с нескольких ракурсов. И бывает, что по губам можно прочитать какие-то фразы. И в принципе это все, что я себе могу позволить. Один раз, я хорошо помню, это был мой первый кубок Кремля. Я играла за выход в полуфинал с Лерой Васильевой из Украины. И в какой-то, по-моему, в контре, в ответственный момент я била свои кафт-центр. И он выскочил из лузы обратно на стол. Вот, и тогда я высказалась вслух, что я думаю об этой ситуации. И ко мне подошел судья, тогда это был Сергей Ейнг, который судья этого турнира. И напомнил, что все-таки камера. Я только не помню, был ли там звук, но в общем он мне сделал такое замечание. И в итоге я все равно выиграла эту контру. Но, наверное, это такой публичный был самый... Петериса продолжила. Это был такой публичный мой самый яркий псих. Ох, какого чужого сейчас забивает Диана. И кажется, виден чужой направо. Виден, виден. Только что написал мне и муж Дианы Мироновой. Который депутат, как тут в чате писали. Он? Какой из мужей? Он сказал, что если проиграет, то домой ее не пустят. Жаль, что она этого не слышит. А если дословно не проиграет, а если будет так беситься? Потому что я его понять могу. Потому что то, что вот она бесится сейчас за бильярдным столом. И это цветочки. Что приходится терпеть ее близким. Она не замужем, но живет с молодым человеком уже не один год. Я просто так вырезался. Потому что мне очень хочется, чтобы они поскорее узаконили свои отношения. И навсегда изменили свою биографию. Нет, ее будущий муж все-таки не бессмертный. И ему находиться в зале, я думаю, было бы небезопасно. Это я отвечаю на вопрос, что рекомендует. Пусть приедет, поддержит, успокоит. По-хорошему, сейчас вообще не такая партия, в которой Диане нужно нервничать. И нет такого, чтобы как-то не складывалось или что-то еще. Да, наоборот, все складывается. Наоборот, все складывается. В общем-то, все можно забрать и воспользоваться. Конечно, это все не просто смотреть, сидя на диване. И давать советы куда проще, чем демонстрировать мастерство у стола. Но, тем не менее, шансы очень даже неплохие. И опять играть сейчас есть, что разыграть серию вполне может. И вот если так пойдет, то теоретически нас ждет контровая партия. Мне кажется, Диана может сейчас красивую концовку сделать. Я думаю, что будет играть дальнюю с выходом в центральную зону. Интересно, а почему бы не сыграть свейка с этого дома, да, вот ближайшего? Какого еще свейка? Ой, свейка, я хотела сказать, да, чужого, к которому она сейчас подходит. Ну вот немного она, мне кажется, изменяет себя. Она очень любит угловые лозы. Дальние через все поле она очень любит. Молодец. Ну вот и игра стала заступаться. Да, вот теперь точно нет поводов для нервов. Шесть шаров у Дианы. И вполне возможно, что мы будем наблюдать контру в этом, на мой взгляд, качественном и интересном матче. Ну, не надо забегать вперед, Диане еще надо забить два шара. Да, я говорю, что мы можем наблюдать контру, конечно. А восьмой, как известно, не такой уж простой, как седьмой. Ну что ж, затаив дыхание... Не сомневался нисколечко, что не забьет она этот шар. Почему? Ну, большая резкость такая стояла, и понятно было, что по ее замахам будет бить она не на мягком ударе, но и... Главное, смогла придержать своего... Что за бам-бам, спрашивает Баур? Как вы шутку Миронова называете? Не шутка, а у нее есть прозвище. Крот. Так и называю ее Крот. Спросят, почему Крот, но для меня это очевидно, потому что в игре она сама себя закапывает, как делает Кратты. Причем порой от соперников ничего не зависит. Павел Хорошим отвечает шаром в середину, наигрывает биток в центральную зону и в угол просматривается, и в центр. Да, причем это был тот случай, когда Павел играл такого неочевидного чужого, не по отыгрышу. Совсем неочевидно. Да, и не по отыгрышу, не держал биток. А вот это как-то небрежно. Небрежно, да, ну и непонятно даже, куда выход получился бы. А вот возможно разыграть позицию эту через угловую лузу было бы, наверное, более актуально. Народ завтра на рыбалку встает. Кто в 5, кто в 6. А кто-то на море встает. А кто-то на море. Ну это красота вообще. А мы встанем, мы придем в бильярдный клуб и будем работать, комментировать, рассказывать о событиях, которые сейчас творятся в бильярдном клубе. А также будем, наверное, лицезреть классные игры. Я думаю, сейчас Диана возьмет еще один перерыв. Контровой партии спортсмены имеют на это полное право. И скорее всего она сейчас к нам зайдет в комментаторскую комнату для того, чтобы услышать от нас какие-то комментарии. Сергей Бауров и Игорь Литовченко подготовили курс по исправлению ошибок в технике. Вы научитесь попадать в нужную точку на битке и введить свои ошибки в своих ударах. Приходите и учитесь вместе с нами. Ссылка на регистрацию в описании. Продолжение следует... 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 Да, посмотрим, будет ли после этого чужого, хотя еще до чужого нужно дотянуться, надо сказать, может быть, и свой налево все-таки более очевидный. Рост, это мой любимый вопрос, метр восемьдесят у меня рост, а возраст двадцать пять. Все, на этом я про себя рассказала все. Хоть и достаточно мало из этого текста правды, но тем не менее. Ладно, проростный возраст не набрала и достаточно. Давай будем поменьше о тебе говорить, лучше поговорим обо мне. Нет, на самом деле, переключаемся на бильярд, контровая партия на серии Диана Миронова после ошибки, совершенно неожиданной ошибки. Хотя многие уже пишут, что час ночи, и Павел, наверное, просто подустал. Да, посмотрим, сколько будет стоить эта ошибка. И Диана сейчас не на кураже. Эх, Дианка, она бы своим кием вообще не задумала бы, да, резала бы вот этого чужого с подбоем. Привыкла она играть такие с попутным винтом чужие, то есть левый крутой, нижний винт. А, в данном случае правый, прошу прощения, да, от нас левый. А здесь, да, ни ее кинь, ни ее наклейка, она перерезает, перекручивает. И смотрим. Хотелось бы сказать, что сейчас заступится игра за нее, и вот этот шар ляжет на борт. Так, ну, Паше надо реабилитироваться. Да, после такой ошибки некоторые спортсмены долго приходят в себя, но мне кажется, что Паша не из них. Все-таки такой опыт. Ну, последует, скорее всего, свой в среднюю лузу. Да, перебивает по силе. Возволнованы спортсмены. И, в принципе, неудивительно, потому что контровая партия, второй час ночи. Всем хочется играть именно завтра. Да. Достаточно серьезная для обоих спортсменов попадание в призы. За выход 8 же играет, да, Ни? Я просто получил сегодня уже целый день комментирования, что уже даже потерял, какая стадия у спортсменов. Да, за выход восьмерку сейчас. За выход восьмерку, а значит, деньги. Да, что один из этих спортсменов покинет турнир через какое-то время. Хотелось бы дальше смотреть на них на обоих. Спрашивают, зачем делать три встречи в день? Просто жесть. Объясняю. Дело в том, что у нас всего лишь по регламенту запланировано два игровых дня. И если сделать меньше встреч сегодня, тогда в день финала, особенно подумайте, каково финалистам, которым придется играть, четыре встречи. И какую игру они, скорее всего, покажут при этом в финале. Да, поэтому вот такой вот сегодня напряженный, сложный день для спортсменов. Поймите, многие приехали из других городов. Кому-то в понедельник на работу. Поэтому растягивать турнир на несколько дней, конечно, и хотелось бы нам, но, к сожалению, не имеем такой возможности. Спрашивают, кто уже в завтра попал? Да я думаю, что можно уже посмотреть на турнаменте, есть сетка. Свояк, важный Свояк в центр. Сейчас бьет Паша. И опять перебивает. Но главное, что в самый последний момент решил не рисковать и решил поставить такой позиционный удар, который сейчас на некоторое время введет в ступор Диану, потому что отыграться, на самом деле, здесь, ой, как непросто. Логично перевести в дальний угол правый. Да, с правым винтом. Но здесь тоже надо сыграть, не выкатить бы ничего. И видишь, по размерчику надо рассчитывать, Дианочка. Очень важно сейчас. Мы видели, как Паша через все поле уже освоился в Свояках через все поле, поэтому показывать лишний раз ему нельзя. Ну что, проводка два борта к себе просматривается. Самый логичный вариант. Прямо вот от центрального шара. Да, да. По левой стороне. Почему-то Паша задумался. Ну, можно, да, провести от этих шаров, но... Какое-то другое решение. Выжил, да, вариант, мне кажется, посложнее. Для тех, кто не понял, хочу сказать, что Павел хотел сыграть настолько тонко, чтобы попасть сначала битком в короткий борт, потом в длинный и тем самым провести... От двух бортов сделать проводку к себе. Диана пытается отковать, но немного распускает биток. В принципе... Ну что, Павел будет оттягивать к себе. Да, очень был близок. Почему-то у меня был вариант, что он перехватит инициативу и переведет биток на другую часть стола, но он этого не сделал. В принципе, логично. Если этот элемент наигран, то... Лучше такая атака. Ах, как заставлял Сталев вот эти вот свояки на тихом ударе скатывать прицельно. Ну и к тому же здесь, наверное, не имела права так играть Диана. С другой стороны, она может провоцировать его на дальнего свояка, осознавая всю ответственность в контровой партии. Но, по мне, бы лучше ничего никого не провоцировать в контровой партии. Потому что здесь достаточно, там, один раз пролезет у человека. И все. Смотрим. Будем смотреть чужой в угол от Дианы. И как она распорядится этой позицией. Провокации, вроде бы, ее удалось. Шары на игре есть. Серию построить, по крайней мере, из двух шаров, можно. Ну что, дрогнет. Или накажет. Наказывает. Хороший выход в среднюю лузу. И, мне кажется, даже не будет мешать ей рядом с бортом стоящий шар. Что потом? Резко у нас не та, которую хотелось бы видеть Диане. Может быть, вариант с ВАИКа в центр? Ну, не знаю, не знаю. Она просмотрит, конечно. С нашего ракурса нюансов не видно, к сожалению. Поэтому будем комментировать ее мысли уже по ходу. В любом случае, она что-то продумывает, будет какой-то удар. Видно, резки было очень мало. Так бы от двух бортов она вернула бы в центральную зону и смогла бы играть с ВАИКа. Ну что, свой к себе? Логично. Прицельно дозированный. Молодец. Вот эти удары просто заслуживают аплодисменты. В нужный момент нельзя, даже вот сделав серию, позволить сопернику атаковать. Сушить полностью игру надо. Мы видели, что дрогнул Павел. Не знаю, с чем это связано. То ли от повышенного напряжения в контровой партии уже, то ли усталость какая-то. Кресло немножечко мешает игроков. Кто-то его подвинул. Так, теоретически, оно никогда не мешало. Но кто-то, видимо, его немного сдвинул. Так, теоретически. Интересно, какое решение сейчас примет Павел, потому что возвращать от парочки рядом стоящих шаров достаточно рискованно. Похоже, что он бьет не от них. Прокатывает вперед. Стандартная опасность выкатить на центр. Кажется, не миновала. Ну, мне кажется, сейчас Миронова надо терпеть. Мне кажется, она не сможет. Нет, оставлять вот сейчас свой на коротком борту было бы, наверное, лучше идея. Сейчас вообще контратушь мог бы быть. Но, видно, все-таки резки было достаточно. Но она сейчас не посмотрела вообще все поль. По идее, можно было оставить этого шара в средней лузе. Можно было бы разыграть по-другому. Но интересно. Я думаю, что мы с ней потом разберем вот эти вот ситуации, потому что есть чего проанализировать и рассказать, где она ошибается. В целом, конец встречи она проводит достаточно неплохо. За ошибки наказывает и в отыгрыше делает минимум ошибок. Но, тем не менее, это не говорит о том, что уже некуда учиться. Свой на право от борта. Хорошая позиция. Я бы не сказал, что здесь 100% без несчастья выберется Павел, если он только не надумает просто накатить вот на шар, который находится на борту справа. Но там опасно, потому что будет вероятность сыгрывания Свойка. Да. Это непростая была позиция. Непростой удар. И смотрим. Ну, Свояк налево, конечно же, полетит. Ну, ой, как не уверен. Вот когда стоит хороший отыгрыш, нафиг такой риск нужен. Ребят, простите, что, может быть, реже стали читать чат. Все связано с тем, что все-таки некое такое напряжение игровое и нам передалось, Саше. И действительно, все, внимание сейчас приковали к игре. Потому что все, поболтали обо всем, пошутили. Но, тем не менее, два очень хороших спортсмена сейчас на наших экранах меряются. Чаё кунг-фу лучше. Да, я бы сказала, что неожиданно. Неожиданно вот эта атака была сейчас от Павла. Как-то не совсем в его манере. Да, может быть, подустал. Просто подустал отыгрываться. Ну, вот сейчас Диана обязана атаковать. И, конечно, нужно прикладывать максимум усилий. Ну, немножко... Молодец. Хорошо. Вот все-таки искажает. Мы не можем видеть вот четкий угол вот таких свояков, потому что с нашей позиции казалось, что ну, точно не на такой силе удара должен играться этот свой. Чуть-чуть мне казалось слабее, нужно бить. А смотрю по замахам, мне уже казалось, что она переберет. Но угадывает она. Ошибаемся мы. Спрашивают, почему нет запасного Kia у Мироновой. Отпал наклейкой. Вот результат. Согласен с вами. Вообще, спортсмены, конечно, очень... Ну, не очень хорошо относятся к своему инвентарю. И, конечно, я полностью поддерживаю, что должен быть запасной кейс под тем же самым параметром, с такой же самой наклейкой в избежание вот таких вот эксцессов. Да и, кроме того, очень мало спортсменов умеют ухаживать за своим кием. Мало кто умеет ставить наклейки. И это порой выглядит, как беспомощные люди, которые ходят по бильярдному клубу во время турнира, спрашивают, кто мне может приклеить наклейку. У меня отвалилась наклейка, мне нечем играть. Мне кажется, все-таки в приклеивании наклейки ничего сложного нет. Я их сам клеил в свое время, умею это делать, но не делаю. У меня сейчас есть маркер и там персонал, который этим занимается. Но в целом ничего сложного в этом нет, научиться ставить наклейку. Мне кажется, спортсменам это надо. И даже если не клеить их, то, в принципе... Да, штаны рассчитывал сыграть Павел. Но падает только свой. Да, было подозрение, что он целился в первую очередь чужого. Очень удачно. Сейчас ничего трогать не надо, по идее. Да, она все правильно сделала, съем. Скорее всего, будет тонкий отыгрыш. А вот куда? Ну, направо скорее, пусть нельзя. Направо, да, налево нельзя. Но направо тоже так немножечко опасно. Может быть, он будет навешивать, прятать биток за шар, то есть, как вариант. Но тоже вряд ли это будет петлей какой-то. Да, надо Павлу подумать. Так вот, я в продолжении темы хочу сказать, что, в принципе, делать сферу, иметь инструмент для того, чтобы сделать сферу, иметь чистящие средства, которые обеспечивают хорошее скольжение руки и я. Мне кажется, все это должен спортсмен иметь при себе, с запасом. Ну и быть готовым, быть во всеоружием. Жалко сейчас, дорогие зрители, не видят, как распирают непонятно от чего Александру Гизис. Скорее всего, ей хочется есть. Но у нас с трудом сдерживает смех. Распирает, потому что для моих 100 килограмм у меня маловатые джинсы. Но я думаю, что сейчас в такой ситуации не время это обсуждать. Ой, Паша, восставшие из... Из. Да, даешь, типа, контру в последнем. Ох, какой нервяк будет. Мне кажется, это нервяк и на нас передастся. Да, в принципе, 6-4 в контре в такой игре не какое-то такое безумное преимущество. Его еще надо удержать. И еще два шара, которые максимально тяжелые в такой ситуации. Ага, вот сейчас вот тот шар, который на борту, помешает для того, чтобы поставить вот шар, который находится в центре от борта в группу этих шаров. Ну, по крайней мере, этот вариант, наверное, первый сейчас в голове у Паши. Ну, а второй вариант, тоже очевидный, мне кажется, это навесить сваяка на правую лузу. Ох, как сейчас. Дошел, дошел. Ну, как говорит Александр Гизис, размер имеет значение. Поэтому здесь очень четко все рассчитал Павел и чуть было не оштрафовался. Да уж, народные мудрости, они действуют и в таких ситуациях тоже, без исключения. Ох, опасненько Диана играет. Дорогие друзья, напишите, за кого вы болеете вот сейчас. Вот мы все смотрим этот матч, достаточно интересный матч. В полвторого ночи мы смотрим по московскому времени на секундочку. Да, напишите, ради кого вы сейчас не спите, кого поддерживаете. Посмотрим, кого больше. За Диану или за Пашу. За красивую игру не считается. Мы все ждем только красивой игры. И сегодня, в принципе, очень хорошая игра. И хорошую игру подарили нам спортсмены. Опасно катится чужой, но даже на таком раскате достаточно безопасно. За Диану, Диану, Диану. Не так уж много поддерживает Пашу. Вот что значит пропасть на несколько лет из бильярда. Растерял немножечко своих поклонников Павел Михалов. Ох, как повезло, что ничто не задел, что не задел, еще бортовые шары. Нет, конечно. Не повезло, что произошло соприкосновение. И опять же, в контре в последних шарах этот, вроде, казалось бы, не самый сложный свояк, становится раз в пять сложнее, чем просто на разминке или просто на тренировке. Кто-то написал Гизель, секси-голос. Чего только не напишут в полвторого ночи. Это все, да, от бессонницы однозначно. И вот как раз то, о чем я говорила, что это свояк, который, я думаю, Диана возьмется бить в 10 из 10. В спокойном состоянии. И как раз таки вот здесь, в нынешней ситуации, он и не упал. Кстати, да. Ты можешь, кстати, и АСМР вести. Знаешь, что это? Нет. Ну, это для тех, кто плохо спит. Это такое нашептывание тихим голосом, таким сексуальным, убаюкивающим. Просто можно говорить о чем угодно, вообще не имеет значения даже тема. Человек примерно за 10 минут прослушивания засыпает. АСМР и Гизельс синонимы. А я-то подумал, мы тебя в сумму отдадим. А тебе еще АСМР есть. Спрашивают про мою жену, она у меня хорошая, понимающая, в меру ревнивая. Убьет чужого Диана, да. И что же мы видим? Есть подозрение, что Абриколь пробить мешают шары. Да какой Абриколь, Саша? Думаешь, что тонкий свояк такой будет? Я думаю, что будет тонкий свояк играть. Сережа, я тебя спрашиваю, сколько тебе лет, и самое время еще добавить про вес, мне кажется. Раз уже обменяемся. А здесь у меня все как в аптеке. На самом деле Сергей похудел, и мне кажется, что он сейчас весит где-то 122,5 на вскидку. С утра? Ну да. К вечеру я вешу гораздо меньше. А иначе за нашим столом и в этих крошечных стульях, на этих крошечных стульях, наши задницы бы никогда не поместились. Я до сих пор не понимаю, как помещается. Хорошо, что нет боковых воручней нашего кресла. Тебе самой смешно от того, что твои ягодицы свисают до пола. Нет, я хотела сейчас пошутить, но подумала, что вот все-таки в этой ситуации эта шутка будет перебором, и тактично промолчала. Хватит, давай покомментируем игру. Давай, конечно. Потому что нам сейчас еще и после игры с тобой сейчас сидеть, чай, кушать, ужинать. 6-4 в пользу Дианы Мироновой. Устал не только Сережа, поверьте. Устали мы все, и я от Сережи устала больше, чем кто-либо. Поэтому. Давайте все пожалеем Александру Гизель. Да, давайте, пожалуйста. И скинемся ей на шоколадку. Номер карты сейчас пришли, насколько мне жалеть лучше всего. Да, Александра. Ой-ой-ой, что задумалась сейчас, Диана? Ой-ой-ой, как мне это не нравится. Всегда есть страх, что на центре останется чужой в такой ситуации. Ну, вообще, если она играла от борта в угол, то, в принципе, Паш мог нырнуть на середину своей карты. Не, мне кажется, что она играла все-таки на середину короткого. На середину короткого тоже стоял шар непонятный. Если бы он там поровнее бы встал, то он, в принципе, играется. А если бы даже он не встал поровнее, то Павел мог бы сыграть от него француза вперед, либо назад. То есть вариаций было бы много. А в контровой партии не позволит столько такой выбор игроку. Это непростительно. Мне кажется, что непростительно вот такой выбор позволит себе. Согласен. Сейчас вообще непонятный свой был. Видно, сдают нервы. Усталость, конечно же, сказывается. Мне кажется, за сегодняшний день еще ни один спортсмен такой свой сегодня не забил. Да, у Паши была возможность отыграться достаточно безболезненно. Он принял совершенно другое решение. А Диана в это время какого свейка забила? И у нее семь шаров. Да, конечно, Паша сделал в этой контре несколько, как мне кажется, непростительных ударов. Посмотрим. Ну и смотри, сейчас Саша. Чужой дальний прямо в угол. Любимые ее шары. Она очень хорошо играет. Ну нет, не в этот раз. Или? Нет, не хотелось бы никаких, конечно, случайных шаров. Хочется, чтобы нормально. Либо выиграла, либо проиграла. Ребята, набросайте лайков, если поддерживаете Дианку с Пашей. Кот да Винчи, вы скидываете на мою карту, а я мороженое ей куплю. Моя карта привязана к телефону. И я тоже люблю мороженое. Ну, если будешь себя хорошо вести, я тебя угощу. И с кимо на палочке. Опять Паша бьет этого Чужого, и, честно говоря... Чужого бьет под боем. Тот случай, когда, да, аж замираешь в ожидании этого удара. Какие здесь ракета. И заканчивается матч. Каким же ударом заканчивает Диана. И очень радостно, что, в принципе, Павел Михайлов с улыбкой, с искренней улыбкой за хорошую игру, я думаю, с благодарностью, ну, пожал руку Диане. Очень хорошая игра. Обязательно к просмотру игра. Молодец, Павел. Молодец, Диана. Да, вот этого Чужого он сейчас вспомнил, которого не забил в самом начале контровой партии. И это одна из двух ошибок, которые нельзя было прощать. И Диана ее не простила. Кто не сначала смотрел 3-1 в этом матче, повел сначала Павел Михайлов, но собралась Диана и смогла, конечно же, перехватить инициативу и довести до логического завершения в свою пользу этот матч. Молодец, завтра мы ее обязательно увидим. Будем надеяться, что на одном из ТВ-столов. И спасибо вам большое, что были с нами в это позднее даже для нас время, а те, кто живут восточнее, вообще проявили геройство. До встречи завтра. И обязательно подписывайтесь на наш канал. И на мой инстаграм. Обязательно. Вот это было лишнее. Вот это было самое оно. Так что, друзья, подписывайтесь на мой лучший инстаграм, и вы никогда не пропустите самые важные. Сережа опять пошутил, и надо смеяться. До завтра. До свидания.